всем привет сегодня мы будем готовить тертый пирог я вам расскажу самый простой наверное самый легкий рецепт который я знаю его приготовление нам понадобится пачка масла обратите внимание нам нужно будет 200 грамм потому что сейчас пачки вот по 180 поэтому нам нужно будет еще немножечко добавить буквально 20 грамм пара яиц соль разрыхлитель для теста ванилин начинка любая какую вы хотите обычно это этот пирог делают с вареньем поэтому приготовьте варенье которое вы любите которые вы будете добавлять я сегодня буду делать со свежей малиной поэтому я ее возьму и соответственно нам понадобится мука в процессе я вам расскажу чего и сколько для начала пачку масла нам нужно растопить можно сделать это в микроволновке можно водяной бане кому как удобно единственное что растопить нужно аккуратненько чтобы масло у нас не разогрелось то есть оно не должно получиться у вас горячим достаточно масло ставим в микроволновку пока масло греется мы подготовим основу для теста 2 яйца мы их разбиваем сюда нам нужно будет добавить ну буквально щепотку соли чуть чуть больше может быть пол чайной ложечки вот так где-то и сюда мы добавляем сахар количество сахара вы можете регулировать сами минимум это полстакана максимум стакан то есть все зависит от того насколько сладкое тесто вы хотите сделать просто допустим когда варенье вы делаете с вареньем то есть варенье само по себе очень сладкое если будет еще и сладкое тесто будет приторно поэтому тесто лучше делать не такое сладкое как как допустим вот с фруктами я буду делать со свежими фруктами поэтому я тесто могу сделать более сладкое то есть это в общем дело вкуса ориентируйтесь сами теперь нам нужно перетереть яйца с сахаром так перемешиваем и взбиваем на маленькой скорости вот такой однородный у нас должно получиться и вот так вот масло растаяло то есть видите оно по краям растаяло и чтобы оно не стало горячим в середке оно осталось холодным все просто перемешать и оно получится как раз нужной нам температуры не горячее но растаявшее все и теперь мы это масло сюда же потихоньку вливаем тонкой стройкой не долго но не одновременно еще пару минут нам нужно его повзбивать теперь сюда мы добавляем пакетик ванилина и разрыхлитель для теста одну чайную ложку я так на глазах делаю чайная ложка без горки либо разрыхлитель либо соду как хотите и теперь сюда мы будем постепенно добавлять муку количество я вам точно не скажу но примерно три стакана вот если такой стаканчик брать то здесь 220 миллилитров по идее нам нужно ориентироваться на граненый стакан но в граненом стакане 250 миллилитров поэтому я все таки довожу до нужной консистенции поэтому я ориентируюсь больше на это муку обязательно просеиваем она должна набраться кислорода тогда будет тесто более рыхлое поначалу нам нужно тесто вмешивать ложкой пока вот она такая такой еще жиденькая когда она загустеет уже будем вымешивать руками перемешиваем и подсыпаем муку тесто нужно вымешивать как можно лучше конечно не полчаса но просто вот вы будете вымешивать сами увидите чем больше мешаешь тем более гладким оно становится вот такое тесто у нас получилось теперь нам нужно из него формировать такой шарик наверно вот такой теперь нам тесто нужно будет разделить делим мы его на две части но не равномерные то есть одна часть будет побольше другая поменьше чтобы правильно распределить сейчас подскажу как вот так делим примерно вот так и вот эта часть нам понадобится это пойдет на низ пирога а вот эту мы еще немножко доделаем еще подсыпаем муку тоже немного буквально сколько здесь две три столовые ложки будет достаточно и хорошенько муку сюда вминаем тесто должно получиться практически такое же как и это только более плотное тесто нужно хорошенько вымесить и скатать в таком как колбасочку не сильно толстенькую но не лепешечка колбаска вот так теперь мы ее убираем в пакет и пока мы будем делать все остальное это тесто мы кладем в морозилку оно должно немножко у нас застыть пока у нас одна часть замерзает мы будем делать вторую как основу для пирога вот эту часть мы просто распределяем равномерно по донышку вот так прям ручками раздавливаем нам нужно застелить дно и сделать бортики бортики не должны получиться толстые то есть они тоненькие все должно быть равномерно и теперь вот это донышко нам нужно немножко припудрить мукой все зависит от того какое вы варенье будете или какую начинку будете использовать если обычное варенье то лучше всего вы просто выкладываете ломтики ягоды фрукты что вы будете добавлять из чего делать чем более жидкая у вас будет начинка тем больше муки нужно добавить просто я делаю вообще со свежих фруктов ягод делаю с малиной если вы тоже будете делать со свежей малины или может быть клубники вишни они все очень хорошо дают сок поэтому обязательно нужно припудрить мукой чтобы она у вас сильно не потекла малина не очень может быть красивая и помыла она немножко развалилась я дополнительно добавлю сахара чтобы начинка была сладкая это если свежую свежую лучше вам всегда с сахаром засыпать потому что варенье она сама по себе конечно сладкая а если свежую то сахар лучше добавить теперь еще немножко дополнительно присыпать мукой можно присыпать крахмалом кому как нравится я предпочитаю муку в процессе выпечки ягоды дадут сок поэтому не переживайте этот сок всю муку в себя впитает все теперь мы пока поставим это все в холодильник и достанем нашу замороженную вторую часть этот кусочек нужно натереть на крупной терке теперь пирог мы засыпаем верхушечкой можно просто засыпать можно сделать рисунок какой-то если хотите это в общем по вкусу духовку обязательно включаем заранее прогреваем ну примерно 190 200 градусов то есть температура должна быть хорошая если вы вдруг не успели прогреть духовку то поставьте пока пирог в холодильник потому что это песочное тесто у нее у него масляная основа если она будет в тепле стоять она будет у вас разогреваться нам так не надо так вот аккуратненько все разровняем чтобы ровненько было и в разогретую духовку ставим по времени ориентируйтесь сами здесь просто корочка должна золотиться тогда значит пирог готов например на 25-30 минут у меня духовка готова я ставлю в духовку пирог готов мы достаем его нужно сразу же переложить пока он теплый у меня пока горячий даже я бы сказала его можно легко порезать когда он остынет он уже будет сыр ну такой более плотный твердый хрустящий поэтому если вы хотите его порезать то лучше это сделать в горячем виде прикладываю на тарелочку и сразу разрезаем кусочки которые будете кушать хотите обычные треугольнички хотите квадратики на ваш вкус запах стоит необыкновенный даже не представляете насколько ароматный пирог получился конечно снова пахнет малиной не только выпечкой вот такая красота у нас получилась попробуйте сами приготовить уверена что вам все понравится побалуйте деток своих близких всем спасибо пока пока